В эфире служба новостей Саров 24 студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Держать дистанцию. Как вузы и техникумы обучают студентов удаленно? Национальное бедствие. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Требуются переписчики. Саровский отдел Нижегород-Стата приглашает горожан для участия в переписи населения. Далее расскажем обо всем подробно. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщает сайт правительства. Соответствующие предложения Минюст, МВД и Минэкономразвития должны представить 25 марта. Будет предусмотрена ответственность за нарушение карантина как для физических, так и для юридических лиц. Случаев заражения в России около 500. Более половины зараженных находятся в Москве, а в Сарове больных нет. Россиян, которые контактируют с больными коронавирусом, будут отслеживать с помощью специальной системы и по геолокации мобильного телефона. Кроме того, в Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из-под карантина. Речь может идти о серьезных штрафах и исправительных работах. К другим новостям. Школы, учреждения доп. образования, техникумы, колледжи, вузы переходят на дистанционное обучение. Если в школах во время каникул только разрабатывают алгоритмы, по которым будут учить детей, то преподаватели политехническому техникуму имени Музрукова уже занимаются со своими студентами дистанционно. О том, как проходит обучение, расскажем далее. Преподаватель специальных дисциплин политехникума Елена Моресева проводит занятия в пустой аудитории с помощью видеосвязи. Из-за угрозы распространения коронавируса студентов отправили на удаленное обучение. Теперь педагоги контролируют образовательный процесс через социальные сети, официальный сайт политехникума и личные интернет-площадки. Несмотря на то, что с карантином сотрудники образовательного учреждения столкнулись впервые, перейти на дистанционное обучение получилось без проблем. Сложных ситуаций таких не возникает, потому что сейчас у нас век информационных технологий. Даже во время обычной работы мы просим ребят обратиться к нашим интернет-ресурсам, где есть дополнительные материалы. Или, например, ребенок проболел, студент у нас. Всегда есть возможность обратиться к интернет-ресурсу, посмотреть невыполненную им работу, выполнить ее и в спокойном режиме сдать. Преподаватели регулярно выкладывают учебные материалы и задания для каждой группы. В индивидуальном порядке проводят занятия по видеосвязи. Студенты, в свою очередь, присылают выполненные работы на электронную почту педагога. Сделать это можно в любом формате – документом Word, PDF-файлом или фотографией тетрадного листа с готовыми заданиями. После их проверки учащиеся могут посмотреть оценки в специальной таблице. В первые пару дней, пока еще не были введены вот такие жесткие меры, мы даже приглашали иногда сюда студентов на отдельные отчеты, все приходили без проблем. То есть явно видно, что они информацию нашу на сайте видят, на информацию реагируют. Но что касается теоретических дисциплин, тут мы, безусловно, выйдем из положения. Что касается практики и других, тут будет, конечно же, сложнее, безусловно, но я так думаю, что что-то придумается обязательно. Педагоги и студенты стараются смотреть на ситуацию с положительной точки зрения. Они убеждены, в процессе удаленного обучения его участники накапливают опыт работы с интернет-ресурсами, что однозначно пригодится в профессиональной деятельности многих выпускников и преподавателей. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Реку Сайтис начнут чистить уже в этом году. Проектно-сметную документацию соответствующих работ на днях утвердили в правительстве региона. Всего в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивиево-Саров в порядок проведут реки Сайтис, Теша и Вичкинза. Для каждой из трех этих артерий предусмотрен свой перечень работ. Касательно реки Сайтис, благоустройство будет включать в себя расчистку от песка и иловых наносов. Этим займется специальный экскаватор, который погрузит на понтон. Поднятые со дна ил и песок пересыпят в контейнеры, а затем утилизируют в специально отведенном месте. Саровчане, которые зарегистрировались на досрочный период единого госэкзамена, должны не позднее 26 марта подать заявление на прохождение ЕГЭ в основной период. Напомним, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции досрочный период сдачи единого госэкзамена решили перенести на июнь. Заявление от выпускников прошлых лет, а также студентов учреждений среднего профессионального образования, принимают в 205 кабинете Дома учителя по адресу улица Гагарина, 6. Более подробная информация по телефону 9 55 21. Губернатор Глеб Никитин поручил увеличить объемы производства медицинских изделий на территории Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, несколько нижегородских предприятий уже готовы увеличить или запустить производство медицинских масок. Также власти прорабатывают возможность увеличить производство дезинфицирующих средств, рециркуляторов и кварцевых излучателей, которые предотвращают распространение инфекции в помещениях. С днем рождения. Сувенирные ложки с памятной надписью стали одолеть родителям новорожденных в органах ЗАГС региона. Ведомство реализует проект о родившемся в Нижегородской области, приуроченной к десятилетию детства и 800-летию Нижнего Новгорода. Органы ЗАГС начали вручать сувенирные ложки с 20 марта. На лицевой стороне именно ложки написана такая надпись «С днем рождения», а на открытке, как мы видим, родившемся в Нижегородской области, вот эта надпись, изображение герба, соответственно, Нижегородской области. Сувенирные ложки с надписью «С днем рождения» в Саровском ЗАГСе дарят родителям, чьи дети родились после 1 января 2020 года. Идея провести акцию родившимся в Нижегородской области появилась еще в 2019 году. Планируется она не один год вообще, насколько мне известно, на три года. Может быть, и дальше продлят, не знаю. Но вот пока такая акция существует, и мы с большим желанием будем вручать эти ложки с надеждой, что пусть это маленький сувенир, но он памятный. Уникальный он даже еще и тем, что это же не просто сувенир, который действительно можно хранить, ну и любой малыш в дальнейшем может воспользоваться как своим личным предметом, то есть ложкой для приема пищи. Акция родившемуся в Нижегородской области приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода и 10-летию детства, объявленному в России. Органы ЗАГС начали вручать сувенирные ложки с 20 марта. В Сарове их получили более 15 родителей. Одно из первых подарок для своего малыша забрала Юлия Большакова. Я удивлена, потому что я об этом не знала. Конечно, это очень приятно, когда люди, которые работают в таком месте, как ЗАГС, где приходишь и делаешь свидетельство ребенку, и первый его документ, конечно, приятно, когда тебя поздравляют, тем более с подарок, с самых первых дней жизни сыну, я считаю, что это достойно. Те родители, кто зарегистрировал рождение малыша в этом году, но не получил сувенир, могут прийти в отдел ЗАГСа с документами. Более подробную информацию можно получить по телефону 559-29-559-22. Ирина Вышегородцева и Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день, в 1882 году, немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя болезни. За это ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. В 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулез национальным бедствием, а день 24 марта – Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН. Самой смертоносной болезнью в мире считается туберкулез. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно на планете заболевают около 30 тысяч человек. Более 4 тысяч из них умирают. Это инфекционное и хроническое заболевание может поразить любой орган человека, но преимущественно страдают легкие. Несмотря на более чем 100-летний опыт борьбы с туберкулезом, вновь и вновь в мире регистрируют тысячи случаев заболевания и смертей. Проблема заключается, естественно, в диагностике этого заболевания, потому что туберкулез не имеет патогмоничных симптомов и может длительно протекать скрытно. Человек даже может и не знать о том, что болен, если он не обследуется. Флюорографическое обследование один раз в год – это тот необходимый минимум, который поможет выявить болезнь на ранней стадии и станет залогом скорейшего выздоровления. Основная проблема лечения туберкулеза – длительность. Минимальный курс лечения – это 6 месяцев. Но если туберкулез устойчив к препаратам, к основным препаратам, то применяются препараты резервные, они не такие активные в отношении возбудителя туберкулеза, и лечение затягивается уже на более длительные сроки – до полутора-двух лет. Туберкулезом болеют люди разного возраста и пола. Многие больные принадлежат к так называемым социально уязвимым группам населения – слоупотребляющим алкоголем и наркотиками, бездомным, ВИЧ-инфицированным. В Сарове, в принципе, эпидемическая ситуация по туберкулезу благополучная. Заболеваемость за прошлый и позапрошлый год составила 4,1 на 100 тысяч населения. То есть это уровень благополучных европейских стран. В этом году День борьбы с туберкулезом проходит под лозунгом «Пора действовать». Девизом стали слова «Выявить, лечить всех, победить туберкулез». Ранняя диагностика и эффективное лечение – это залог выздоровления больных и победы над смертельной инфекцией. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Саровский отдел Нижегород-Стата формирует команду, которая проведет всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября 2020 года. Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, без судимостей. Каждый получит для работы участник, в котором проживает около 550 человек. Все сотрудники Росстата, работающие на переписи, будут иметь при себе удостоверение и фирменную одежду. Подробности далее. По последним данным, в России проживает 146 миллионов человек. Это данные, полученные во время последней переписи населения в 2010 году. Обновить эту информацию поможет новая перепись, которая запланирована на октябрь 2020 года. В Саровском отделе Нижегород-Стата идет подготовка к этому масштабному событию. Нам нужны еще люди для участия в переписи, потому что записавшихся на данный момент пока еще недостаточно. В этом году, по сравнению с предыдущей переписью, конечно, некое будет облегчение для переписчиков, потому что перепись будет проходить не только на бумажных носителях. Каждый сотрудник будет иметь при себе удостоверение и фирменную одежду. Переписчик получит для работы участок, в котором проживает около 550 человек. После того, как работник опросит всех горожан, он передаст информацию контролеру. Тот обработает данные и отправит в Федеральную службу государственной статистики. Он должен будет принять у переписчиков все их материалы, все, что там у них есть. И уже потом все это, опять-таки, собрав, у них чуть больше будет срок их работы. То есть, поскольку на них ответственность побольше, то они начнут работать. У них два месяца работы. Более подробную информацию можно получить по телефону 677-66 или прийти в офис по адресу Московская, 29. Ирина Ишигородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах Канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин